Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. Сложная ситуация с природными пожарами сейчас складывается по всей стране. Только за минувшие сутки в регионах ликвидировали более 100 очагов возгорания. Сегодня на тушение лесных пожаров тратится огромное по масштабам современной России средство. В самые горячие месяцы практически все организации лесной сферы страны переключаются на борьбу с пожарами и вынуждены оставляют все остальные дела. Вот казалось бы, что можно сделать, ведь стихийные пожары мало зависят от воли человека. Однако это совсем не так. Дело в том, что именно люди, причина подавляющего большинства возгорания в лесах, именно неосторожность людей, главная причина всех этих бедствий, которые приносят пожары. А значит, в первую очередь нужно бороться с неосторожностью людей и умышленными поджогами. Вот сегодня это тема нашей программы. Я представляю гостя в студии Владислав Валерьевич Садовский, заместитель начальника главного управления МЧС России по Самарской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы. Здравствуйте, Владислав Валерьевич. Я приветствую вас в этой студии. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо, что нашли время, пришли в ваше горячее время побеседовать на эту тему. Ну и, конечно, в первую очередь предупредить наших жителей, ну и сказать какие-то очень важные слова о своей работе. Так вот, давайте начнем. Я хочу первый вопрос вам задать с актуальной очень проблемой. Да, вот в Тольятти совсем недавно произошел крупный пожар. Какова сейчас ситуация в Тольятти? В Тольятти ситуация сложилась таким образом, что, к сожалению, причинами пожаров, которые там зарегистрируются органами дознания, всего их 14 в настоящий момент, более половины это поджоги являются, именно поджоги. Вторая часть этих пожаров, из-за чего произошла, это неосторожное обращение с огнем. Вот масштабы последнего пожара, они, конечно, не превзошли по своей, так сказать, масштабности пожара 2010 года, когда сгорело раз, наверное, в 7 больше, чем сейчас, на прошедшей неделе. Но сама ситуация развивается по тому же сценарию 2010 года. Это, в принципе, и место возникновения пожара, оно там на расстоянии около километра всего лишь находится. От города вы имеете в виду, да? Нет, от того места, где было в 2010 году, когда начались пожары. Вы сказали поджоги и неосторожное обращение с огнем людьми, верно? Совершенно верно. Это какие причины? Это люди пришли на пикник, не затушили костер, либо оставили бутылки, от которых тоже может произойти возгорание. Что, какие причины? Наверное, неправильно скажу, но, к сожалению, это именно не от пикников. Не от того, что люди пришли и отдыхают, а просто от того, что, скажем так, из хулиганских побуждений. Вот, наверное, из самонадеянного такого расчета, что вот он порезвится с этим огнем, посмотрит, как трава горит, как ветки горят. И потом уже в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля и начинается развитие пожара. Каким образом, вы сказали, что происходит некое дознание, да, следственное дело заведено. А каким образом вот можно или, к сожалению, нельзя обнаружить вот тех преступников, я не побоюсь этого слова, которые намеренно поджигают леса? Камеры в лес не установишь, поэтому вот каким образом ведется? Ну, вообще, на территории Тольятти работает система видеонаблюдения лесной дозор, 13 камер установлен в городском округе Тольятти. Вот, и единая дежурно-диспетчерская служба, скажем так, на постоянной основе мониторит ситуацию. Смотрит, есть ли задымление или нет задымления. Собственно говоря, вот во время тушения пожара, крупного, который был, в воскресенье, в субботу, в воскресенье, в понедельник. Еще в Комсомольском районе было обнаружено два загорания, и вот при выезде на место было установлено три очага пожаров. Ну, там явно люди не отдыхали, а просто вот, опять же, там, умышленно они подожгли, или из хулиганских, или побуждений, там, просто чтобы, как я уже говорил, развлечься. Все это дело будет установлено в ходе проверки по фактам этих загораний. Хорошо, спасибо. Давайте продолжим дальше. Скажите, пожалуйста, а вообще ситуация по нашему Самарскому региону какова на сегодня, и какие бы вот места, вы бы обратили на них особое внимание, которые находятся у вас лично и у ваших сотрудников пристальным контролем? В этом году, к сожалению, в Самарской области произошло больше пожаров, чем за предыдущие годы. В настоящее время органами дознания МЧС России зарегистрировано 77 сообщений о лесных пожарах. Общая площадь, которая пройдена была огнем по лесным насаждениям, составляет около 290 гектар. Наибольшее количество зарегистрировано в городские леса, это Тольяттинское лесничество, 14 случаев, Новобоянское лесничество, это уже земли лесного фонда, 10 случаев, Красноярское лесничество, 9 случаев. Особо охраняемые природные территории, Национальный парк Базулукский Борг, 14 случаев. Основные причины пожаров, это около 57% от общего количества неосторожного обращения с огнем, 21% это грозовые разряды, и более 14% это поджоги. Это вот общая картина, общая статистика такая. Да, но возвращаясь все-таки к пожару в Тольятти и пожару серьезному, давайте мы посмотрим, как это было. У нас есть видеосюжет, и, конечно же, я предлагаю его сейчас посмотреть. В Тольятти продолжают тушить лесные пожары. Сообщение о возгорании в Центральном районе поступило днем в субботу. Меры приняли незамедлительно, однако жара и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. На месте сформировали усиленные группировки пожарных, они отстояли санаторий и не дали огню пойти в сторону порт-поселка. В городе объявили режим ЧС. С огнем боролись почти 500 человек, задействовали более 250 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России и самолет-амфибию Б-200, который прибыл из Магнитогорска. Площадь пожара превысила 150 гектаров. Возгорание локализовали около шести вечера в воскресенье, а завершить работу должны сегодня, к концу дня. 11 числа мы объявили на месте вызова локализацию распространения. Остановлено. Основные усилия направлены на то, чтобы непосредственно в очаге пожара ликвидировать все горящие порубочные остатки, пеньки, которые продолжают разгораться от сильного ветра. Вы видите, что на месте пожара у нас ветер составляет 7-8 метров в секунду, но порывы доходят до 15 метров. Сейчас у нас работает более 210 человек личного состава, которые работают исключительно с ранцевыми огнетушителями, которые непосредственно идут по территории и производят проливку. По факту возникновения огня проведут проверку, возбуждено уголовное дело. Губернатор Дмитрий Азаров пообещал, что на восстановление тольяттинских лесов из областного бюджета выделят дополнительные средства. На территории города создадут и отработают систему видеонаблюдения и фотоловушек. Скажите, пожалуйста, вот все-таки какая основная причина возгорания лесов? Я сказала в начале программы о человеческом факторе, но ведь не всегда только он, а еще и в этом году очень жаркое лето. Как-то погода еще способствует увеличению вашей работы, к сожалению? Погода особенно ветрена, она способствует быстрому распространению пожара, то есть увеличиваются, скажем так, масштабы этой трагедии. Не поскуплюсь на эти слова, потому что на самом деле это трагедия. То, что в Тольятти с лесом превратилось, ну, как говорится, и через свое, через себя это пропускаю, потому что я из Тольятти, все детство в Тольятти провел, и в этом лесу занимался лыжным спортом. То есть все эти места, которые там пройдены на огнем, мне знакомы и незнакомы сейчас, потому что уже ландшафт не тот. Многие там, конечно, не узнаю, что произошло. Что говорить по природным условиям? К сожалению, сухая и жаркая погода, это, конечно, способствует тому, чтобы возникали природные пожары. Но если бы люди, особенно люди, которые ответственны за обеспечение пожарной безопасности, будь то на объектах защиты или непосредственно уже в лесах, которые отвечают за пожарную безопасность, в полосах отвода железной дороги, автомобильных дорог, вы своевременно выполняли элементарные требования, которые необходимо выполнять. Это обновление мирализованной полосы, это очистка от сухой травы, от древесного хлама, от сухостоя, от хвороста. Потом регулярное патрулирование. Возможно, что и не было бы таких трагедий. Вы сказали об изменении ландшафтного дизайна. Давайте посмотрим вообще на эту проблему шире. Вот вы сказали, кто-то похулиганил, бросил спичку или намеренно поджег сухую траву. Случился пожар. Пожар серьезный, опасный. Прежде всего, конечно, для людей силы брошены, человеческие силы. Средства очень большие на это направляются. Но ведь еще и изменяется экологическая обстановка. Правильно ли я понимаю, вот еще какой урон и кому, в первую очередь, наносит пожар? Не дадут соврать жители портпоселка, городского округа, Тольятти, которые почувствовали через себя вот эту вот ситуацию с задымлением. Там превышение ПДК было, по мыслям памяти не изменяет, чуть ли не в два раза. ПДК расшифруйте. Это предельно недопустимая концентрация углекислого газа в их жилищах. Коттеджный поселок и дома в портпоселке в целом. То есть, вроде как человек выбрал место для жительства рядом с лесом, а дышит, это вот гарю. То есть, во время пожара это движение там было, конечно, остановлено, но жители из домов своих никуда не переселяли. Была угроза распространения пожара на санатории лесное, были подготовлены соответствующие средства для эвакуации, подготовлены пункты временного приема граждан, которые находятся на излечении в этом санатории. Но, к счастью, в связи с тем, что были оперативно предприняты меры по недопущению распространения пожара, вот эти вот крайние меры по эвакуации не проводились. То есть, урон еще и здоровью людям, близлежащих домов, ведь наверняка пожилые люди страдают, да и астмы, если кто болеет. Пожилые дети, они, как правило, больше всего страдают от этого всего. Скажите, пожалуйста, осуществляется ли в горячую пору, вот особенно летом, патрулирование ведомств, а если да, то каких и как часто и находятся ли вот эти злоумышленники, которые занимаются поджиганием лесов? На моей памяти, вот, к сожалению, я не помню, чтобы именно патрульные группы кого-нибудь задерживали. Патрульными группами, как правило, являются очаги пожаров и своевременно вызываются силы и средства к месту для того, чтобы потушить. Вот, мы уже пример приводил, что своевременно было в воскресенье потушено три очага пожаров в Комсомольском районе. Ну и, собственно говоря, это вчерашний пожар в девятом лесном квартале в Тольятти, это уже автозаводский район. Там тоже самое хулиганские, из хулиганских побуждений произошел пожар. И тоже своевременное обнаружение именно патрульным группам привело к тому, что распространение пожара до масштабов трагедии не произошло. Но бдительность граждан, к сожалению, вот каждому проселку, что называется, к каждой опушке не приставишь охранника. Конечно. Там, не знаю, там с дубиной, с автоматом, с чем угодно. Здесь чисто просто необходимо гражданам, как сказать, думать, что делаешь, а те, которые обнаружили возгорание, современно сообщать о месте возникновения пожара в пожарную охрану, по возможности предпринимать какие-то действия по локализации тушения. Но если уже масштабы видишь, что не справляешься ты с огнем, тогда лучше, не стоит соваться. Потому что, во-первых, может быть резкий порыв фетра, во-вторых, просто наглодаешься продуктами горения, и можно и сознание потерять, и все, что угодно. Все, 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 навести вред здоровью. Опять же, органы зрения повредить. Все, что угодно, да? Скажите, пожалуйста, а сейчас запрет на отдых и на посещение лесов действует? Да, в связи с тем, что в Тольятти, в городском районе Тольятти, пятый класс пожарной опасности, существует ограничение на пребывание граждан в лесах и на ограничение перемещения транспортных средств через лес. Но если все-таки, я сейчас не говорю про ситуацию сегодня, а в принципе, когда люди идут отдыхать в лес на тот же пикник, просто что нельзя категорически делать в лесу, чтобы, не дай бог, не произошло какой-то ситуации, которая вызвала бы пожар? Если это связано, например, с туристическим походом, то место для развеяния костра нужно подготовить. Это в радиусе 10 метров от предполагаемого места очистить от сухой травы, от валежника, выполнить мерилизованную полосу шириной не менее 40 сантиметров от кострища. Потом вблизи не должно быть молодняка, особенно хвойного молодняка не должно быть. И следить за прогнозом погоды, чтобы при порывах, при сильных порывах ветра не разводить костер. Вообще категорически запрещается. То есть в ветреную погоду? Да, в ветреную погоду не стоит разводить костры. При 20 метрах в секунду вообще даже запрещено разводить костры. И после того, как уже огонь прогорел, необходимо присыпать это землей, пролить водой, для того, чтобы не было возможности, скажем так, искром разлететься и вызвать загорание. Хорошо. Помимо костра, о чем еще нужно помнить? Опять же, да, не оставлять, наверное, ветошь, бутылки, не бросать окурки, спички и так далее. Но об этом, я думаю, что знают многие. А вот о чем еще стоит сказать? Что вот даже не подумать, что это может вызвать чрезвычайную ситуацию. Бутылка с остатками жидкости может, особенно светлая бутылка, может вызвать эффект линзы, и сфокусировавшись в солнечный свет, вызовет загорание. Потом еще что-то. Вот промасленный ветошь, как вы сказали, возможно, может вызвать тоже загорание при определенных условиях. Ну, а самое главное, это вот, ну, не надо вот испытывать судьбу, что ли, там, и смотреть, как она там красиво горит-то это все. Если ты просто ради развлечения, не стоит запускать фейерверки в лесу, всякие вот эти вот воздушные шарики, которые нагревают, это поднимается из-за эффекта нагрева. Что еще? Ну, пожалуйста, такие вот. Ну, а если все-таки произошла такая ситуация, то что нужно делать в первую очередь? Звонить в пожарную охрану и сообщать о том, что происходит, наблюдать его и распространение огня. То есть в первую очередь обязательно нужно сообщить ведомствам, что даже если и увидели в лесу какое-то возгорание, то, конечно же, сообщить. Да, это вот телефон 112, во многих лесных массивах есть еще плакаты, которые указывают на прямой номер телефона, это где именно лесная охрана будет выезжать на тушение пожара. Ну, а так, единый телефон 112, единая дежурно-диспетчерская служба. Она уже сообщит либо в городскую пожарную охрану, либо в лесную пожарную охрану. Я знаю, что периодически проходят учения в вашем ведомстве. Скажите, пожалуйста, вот на что они направлены в первую очередь и насколько они полезны, конечно, для ваших сотрудников, ну, и для жителей? Как правило, основная цель учения — это отработка приемов и методов, и не только, и своевременное реагирование. То есть отрабатывается, как проходит комплекс команд, как подразделения подключаются к тому, чтобы в случае необходимости усилить группировку. Вот, опять же, вот печальный опыт 2010 года не позволил сильному распространению пожара. Получается, это используя опыт тушения в 2010 году, в 2021 году, его своевременно локализовали и не допустили дальнейшего распространения. То есть такое тоже своеобразное учение. Ну, в принципе-то все учения на это и нацелены, чтобы оттачивать навыки и умения. Ласлав Олегович, у нас есть сюжет, как проходили учения в этом году. Моя коллега Мария Левина побывала на них, и давайте посмотрим. Давайте. Одно неловкое движение, и горит целый квадрат леса. По сценарию, который отрабатывают сегодня спасатели, из-за неосторожного обращения с огнем, произошло серьезное возгорание зеленых легких Самарской области. На месте работают 80 человек и 18 единиц спецтехники. Как итог, практически за 10 минут пожар потушен. Но такой быстрый результат, это скорее удачное стечение обстоятельств. Предугадать, как себя поведет пламя в лесу, крайне сложно. Пожар в городе гораздо проще ликвидировать, нежели чем в лесу, потому как в первом случае можно прогнозировать практически его исход. Для этого подобрать необходимое количество спасателей и техники. Здесь, в лесу, такое планирование не сработает, потому что главная хозяйка здесь – природа. Охрану лесов под пожаром в Самарской области обеспечивают 16 подразделений МЧС. По области распределены 17 пожарно-химических станций, таким образом, чтобы успеть вовремя среагировать на возгорание в самых разных уголках региона. Все станции укомплектованы специальной противопожарной техникой. На них работает порядка 400 человек. С началом противопожарного режима работы прибавляется. За прошлый год, к примеру, потушили 70 пожаров. За две недели до начала особого режима организация дополнительно принимает сотрудников. С ними для начала проводят профессиональный ликбез, а потом учения. Совместные учения с МЧС, с аварийно-спасательными службами, до которых мы будем отрабатывать именно действия по тушению лесного пожара и предотвращению его распространения на жилой сектор. Основная из причин – это неосторожное обращение с огнем. В осеннее время произошло ряд крупных пожаров. Ввиду устойчивой сухой жаркой погоды, а также сильного ветра, происходило в основном горение травы, камыша. Была угроза населенным пунктом, но угрозу, в свое время все угрозы были сняты. Из-за аномально теплой весны пожарным уже пришлось немало поработать. С начала года леса горели уже 10 раз. В каждом из случаев замешан человеческий фактор, говорят спасатели, и призывают самарцев осторожнее обращаться с огнем. Я хочу напомнить, что буквально два года назад у нас на территории Красноярского района горели дачные участки, расположенные в районе населенного пункта Новосемейкино. Безопасность наших дачных участков, безопасность нашего жилища зависит от нас самих, от того, как мы будем выполнять требования противопожарного режима. А тем, кто предупреждение всерьез не воспримет, придется в лучшем случае раскошелиться на штраф в 5000 рублей. А если пожар признают поджогом, то отдыхающим грозит уголовная ответственность. С сегодняшнего дня в регионе действует особый противопожарный режим, при котором даже посещать леса запрещено. С этого года произошли изменения в правилах, и даже если посещение лесов разрешат, то сжечь в них костры нет. Со стороны лесничества составлены графики патрулирования совместно как с МЧС, так и с отделом внутренних дел по районам. У нас организовано 5 патрульных групп, которые ежедневно осуществляют патрулирование и пресечение нарушения правил пожарной безопасности. В регионе 19 лесничеств. Каждый год происходит посадка новых деревьев – молодняка. За созданием зеленых оазисов трудятся сотни людей. Чтобы вырастить целый лес, порой не хватает одного поколения. Поэтому лучше воздержаться от поседелок у костра, чем погубить так трепетно и заботливо выращенные растения. Вот очень часто приходится видеть, приходится слышать и читать в средствах массовой информации постоянно гуляет эта информация, что у себя на дачных массивах люди жгут траву и так далее и тому подобное. Соседи страдают, дым распространяется. Но дачники отвечают, что это моя территория, что хочу на ней, то и делаю. Ваше дело – страна. Вот скажите, пожалуйста, имеют ли право разводить костры на дачах и кто следит за вот этой ситуацией? Вот в условиях особого противопожарного режима вообще запрещено разводить костры на территориях дачных массивов, на приусадебных участках, на территориях общего пользования. Для того, чтобы убрать мусор с территории участка, не обязательно его сжигать. Надо просто собирать в специально установленных местах, в специально установленные контейнерные площадки для этого. Как правило, чем вызвано сжигание мусора и травы на дачных участках? Экономия средств просто элементарная. Потому что вывоз мусора требует значительных, скажем так, затрат денежных. А сжег мусор и сэкономил на этом. Зато есть гарь, дым и ветреная погода, опасность рядом стоящих зданий. Это в лучшем случае. А в худшем случае, если вот отвлечешься на что-то другое, и вдруг порыв ветра, и пойдет распространение огня на соседний участок. Вот там-то дальше что делать? Дальше уже возникает и гражданская, и даже уголовная ответственность за то, что из-за своих, так сказать, необдуманных действий, неосторожных действий, привел к тому, что загорелось чужое имущество, и в результате пожара было уничтожено. Или даже повреждено просто. Да, или повреждено. Если я вижу, что сосед на даче жжет траву, что мне делать? Постараться по-соседски сделать ему замечание, но если уж получается неадекватная какая-то реакция, вызывать подразделение пожарной охраны. Что грозит соседу в данном случае? Административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот как раз профилактические беседы с дачниками и туристами проводят ваше ведомство? Чтобы не было таких ситуаций, о которых мы говорили выше? Проводится работа профилактическая именно с руководителями дачных массивов. Потому что форма контрольно-надзорной деятельности в отношении садово-дачных товариществ с 2020 года, она проводится в форме плановых рейдовых осмотров. То есть инспектор на служебном автомобиле передвигается по дачному массиву и фиксирует нарушения, которые он видит. То есть он не взаимодействует ни с администрацией, ни с, скажем так, ни с членами этого кооператива. Он перемещается, уже потом фиксирует, но дальше уже принимается решение. То ли о проведении выездной проверки в отношении этого, или же руководителю садово-дачного товарищества выдается предостережение недопустимости нарушения требований пожарной безопасности, на которое он обязан в течение двух месяцев дать письменные объяснения об устранении этих нарушений. Хорошо. Мы сегодня с вами поговорили в основном про лес, да, как не допустить пожар в лесу. И если это все-таки произошло, что в первую очередь нужно делать. Но периодически, ведь согласитесь вы со мной, мы видим, что возникают там очаги пожара в городе, в домах, в частных массивах. Да, вот этим летом мы наблюдали несколько таких серьезных возгораний. Скажите, пожалуйста, в связи с чем в основном они происходят, и если все-таки это произошло, что нужно делать? Как я уже говорил, алгоритм то же самое, что и при возникновении природного пожара. Это вызов подразделения пожарной охраны во время звонка, надо назвать своими фамилиями, место возникновения пожара. Опять же, по возможности предпринять меры к тушению пожара и к спасению людей. Но если вы не знакомы с обстановкой, которая находится в помещении, потому что что такое пожар в помещении, чем он характеризуется? Сильным задымлением. Да. Чтобы самому там не остаться в этом помещении. Говорю, если не знаете этой планировки, там можно просто-запросто самому погибнуть. Конечно. Я попрошу вас все-таки дать главный совет, как избежать пожара. И в первую очередь, на что сегодня, когда у нас стоит такая жаркая погода, ветреная погода, на что нужно обратить внимание? Ну и, может быть, дайте какие-то советы взрослым. Ну и, конечно, подросткам, которые зачастую вот так вот, да, побаловаться, бросить спичку и посмотреть, а что же будет в итоге. А будет страшно. Поэтому, пожалуйста, несколько советов. Ограничить использование открытого огня, в том числе для приготовления пищи, вот эти вот пикники, по возможности, ну и так жарко еще, костер разводить для того, чтобы шашлык жарить. Не стоит пока вот этим, так сказать, увлекаться. Во время походов я уже тоже совет дал какой-нибудь, что следить за огнем, не отвлекаться, не оставлять его, что называется, без внимания этот огонь. Ну, подросткам, уважаемые подростки, ведь ваши вот действия, скажем так, вы уже не дети. Вы уже объясняете прописные истины про то, что огонь может уничтожить имущество, нанести вам травмы и даже привести к гибели человека. Задумайтесь над тем, о последствиях ваших вот этих вот хулиганских действий. Ну и напомнить, наверное, нужно все-таки об ответственности, которая, да, может наступить в результате несчастного случая, как для взрослых, так и для детей. Это административная ответственность, вы сказали, это штрафы, штрафы серьезные. Давайте о них напомним. Штрафы для таких вот, скажем так, случаев, шалости, да, вот в условиях особого противопожарного режима, как я уже сказал, предусмотрены для граждан двух до четырех тысяч рублей. Вот. Ну, в том числе предусмотрена еще, как я говорил, гражданская ответственность и уголовная ответственность. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Говорили мы сегодня о природных пожарах. Ну и, пожалуйста, каждый, будьте внимательны. И если уж возникает такая ситуация, то непременно нужно позвонить в соответствующие органы. Спасибо большое. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин